всем привет у нас сегодня необычное видео необычное потому что мы пишем его на iphone что у нас сегодня такая тема необычная домашка и поэтому мы решили сделать я вас обманываю на самом деле просто дома камеру забыл и мне за ней не кайф ехать поэтому записывать будем на iphone у нас вот такой беспредел уже происходит мы сегодня будем подключать пассивные динамики без встроенного усилителя для домашки нам для этого потребуется блок питания усилки сразу попробуем подключить сабвуфер вот у нас здесь сабвуфер ямаха новенький только куплены специально для для теста не только его давно купил но то есть никак не запишем такой вот усилитель с него уже скинули чтобы подключить внешний основная идея такая во первых очень часто спрашивают как подключать автомобильные усилки дома как вообще на автозвуковых компонентах собрать домашку в основном конечно требует требуется это для компьютера для игр для сведения реже для домашних кинотеатров это спрашивать ну что там гораздо проще решение и одновременно сложнее там часто нужно 51 звук людям и вот заморачиваться с автокомпонентами я бы не стал а вот для дома собрать лево-право сам бог велел и недавно об этом в очередной раз убедился мне понадобилось просто купить две колонки лево-право для дома я столкнулся с таким херовым выбором достаточно либо из говна дешевого либо из говна дорогого либо очень так дорого если собирать все на пассивных колонках и под них покупать усилитель усилитель двухканальный для дома более-менее адекватная цена будет там от 50000 что само по себе уже конечно неприемлемо гораздо проще взять пассивные колонки какие-нибудь неплохие там тысяч за 20 в данном случае у нас сегодня и на как правильно это произносится в орфидейл поправки если я не прав эти динамики достаточно дешевые колонки они по-моему там в районе 6 7000 что-то такое их покупал давно у нас уже был эксперимент было видео на нашем канале я один динамик оставил как есть с пассивным кроссовером встроенным другой завандалил и вот так вот выкинул из него кроссовер и сделал по каналу у нас отдельно twitter отдельно midbus мы сегодня подключим и так и так проверим еще раз какая разница если кто не видел наше старое видео и соответственно мы основная идея это питание очень сложно запитать правильно вы не знаете какой блок покупать на сколько ампер все это мы сегодня расскажем и более того мы эти блоки теперь будем продавать и не просто блоки а готовый комплект для подключения автомобильного усилителя дома то есть там будет в комплекте провод термоусадка акустические провода все что нужно если вы хотите будут конечно они продаваться отдельно на нашем сайте love sound точка ру можете купить блок отдельно провода и так далее так решили упростить вам жизнь и заработать конечно же на этом деньги потому что без денег мы этим всем не можем никак заниматься у нас сегодня в обзоре участвует новейший усилитель txqs 4.160 м я только сам сейчас узнал его существование вот 4.160 он отличается это было конечно черным цветом и фильтрами фильтра здесь до 5 килогерц что очень круто и может что-то в нем еще есть честно говоря не знаю что в нем поменялось но знаю что есть фильтра стоит только 12 с половиной тысяч 13 12 и моноблок мачете 450 ну начнем с 4 канальника чтобы сразу вам мозг не парить у нас задача сейчас дать ему питание от розетки через вот этот блок питания и посмотреть как у нас будет играть колонка пассивная поканально и через встроенный кроссовик стоит ли его выкидывать или не заморачиваться и оставить лишний канал ну то есть в данном случае если у нас остается пассивный фильтр мы можем подключить эти два две колонки к двухканальнику либо к 4 канальнику и у нас останется еще два канала насад мостом либо же делать поканальное подключение и использовать еще дополнительно моноблок тут конечно же все упирается в бюджет даже не послушав это все я могу вам смело сказать что поканальное подключение будет однозначно лучше но насколько мы сейчас узнаем очень много я говорю да также у нас пробует обзор новых монетов аватар за перевозки наркотиков я вам объясню почему потом почему в них хорошо перевозить наркотики ну что-то не так долго включался выключился на что еще заметил тут фильтра не просто развиты они работают одновременно верхний и нижний видишь слушают производителя что надо делать может виталик подсказал и тюма мерить вольтаж сколько вольтаж у нас 13 9 можно у нас регулируется да здесь есть крутилка здесь регулировка вольтажа на этом блоке она регулируется это у нас который послал же блок 16 с половиной ампер у нас есть еще двадцатки вот у нас на на 20 так прежде всего от видеть опасность прежде всего видите вот эти провода если я сейчас до них дотронуть меня итогом и вас тоже вот прежде всего я вам не то что рекомендую приказываю вот эти давить два винтика которым подходит 200 220 вам нужно изолировать обязательно не вручение за ним 11 1 крути на всю пусть масло и сейчас попробуем запустить музыку так у нас есть источник у нас есть питание все работает давайте первым в первую очередь проверим наводки вот это переживаю что 220 это у нас без кулера до бог тут скулером надо будет еще кстати нашему и проверить сейчас мы ничего не включает просто в режиме покоя верхний канал канал а это у нас twitter и столько подключен а вот он сейчас делает ветер и на всю день легкая шебуршание у нас есть ничего криминального учитывая что это на максимум наводок свистов и репени ничего не сейчас мы запустим музыку и для сравнения я сейчас буду вытыкать так чтобы оставить динамик с пассивным кроссовером с родным и по каналу вот тема уже сейчас оценил скажите намного громче два раза кратно громче минимум два раза начинает он и басит мид бас лучше и тритер орет прямо как середина души но у нас не хватает высокой то ли за счет того что твиттеры херовые то ли настройки надо делать ну по сути у нас все входит от айфона просто усилитель никаких процессоров никаких эквалайзеров ничего нету ну пищи можно довести ну маловато высоких так давай запускай так у нас сейчас играет только это а теперь включай по каналу но видео конечно вряд ли будет слышно увеличение громкости кратного нас без кроссовера происходит гораздо громче играть и мид бас и твиттер увлажним задачу подключим к этой системе еще сабвуфер через моноблок м450 вот она наша ямаха единственное что нам надо будет вывести отсюда провода или не будем дырку закрывать какая разница да допустим давай айкью подключим айкью и что это будет я думаю не стоит давай ямаха убьем так и я забыл сказать ума померил мощность дата пока мы слушали и на входе у нас здесь потребление около 70 ватт получилось сколько там 5 ампер 5 ампер но это около 70 ватт на входе значит грубо говоря на выходе у нас суммарно было где-то здесь 50 ватт по 25 можете смело с него получается тащить без кроссовера сейчас посмотрим ну нагрузим его посильнее и посмотрим что 16 с половиной амперный блок может нам отдать вместе с сабвуферами здесь а здесь поднимая а все да Да, вот так его поставь. Закрой объект. Вот с Yamaha мы еще никогда не помилили, да? Ему конец, мне кажется, судя по слову. Кончился трек. Какой хороший трек. Короче, вольтаж себя видите, как ведет? Он не подтверд, получается, он нас аккумуляет, никуда ничего не уходит. Ты видел? 12,7 я увидел пару раз. Он так просто в импульсе там падает, а так держит нормально. Ты что, его смог разобрать? Да. Вот это Yamaha. Перетерпел. Посмотри, 450 на полном вене и полном бас-бусте. Это DV80 K2. Типа да. Что, еще прогоним? Давай что-нибудь поинтереснее, да? Баскут память наш. Да, я сейчас что-нибудь найду. Рашиду. Рашиду? Рашиду это вообще будет злостно. Ладно, так как это loud sound, мы готовы к экстремальному тесту. Это Ех или Ее Рашида. И сейчас кто-то сдохнет. Вот кто-то по-любому сейчас должен сдохнуть. Сдох по-моему интернету темно. В телефоне. Я пальцем не донажал просто. Так, объясняю, что сейчас будет. Сейчас полетит огромное количество разных частот по всей этой динамике. Кто-то у нас сейчас точно сдохнет. Сдох по-моему интернету. Ну что ты думаешь? Ямаха тема? Думаю, нормально, можно домой ставить. Ну да, посмотрите, что мы творим. Все, 13 и 9, все нормально. Слышь, как он так делает? Горячая часа. Слышь, это нормальный сабубер. Ну, отвечаю. Так нельзя просто взять и включить Рашиду. Ну-ка, давай еще. Слышь, это нормальный сабубер. Воничья, кстати, стоит п***ц. Слышь, мы сейчас Ямахи сделаем продажу и производителю столов мы... Слышь, от него воним, чем от обычного сабубер. А как он держится? В Индонезии, смотри, сделан он в Индонезии. А их уже не продают, кстати, все равно не прорекламируют. Я забирал, сказали, таких больше нет. На всю гей, на всю. Блок, ну, теплый, так скажем, не горячий даже. Короче, я увидел падение до 11 вольт здесь было. Вот так он, я не знаю, как он работает, как-то по-другому. Видишь, работает. Он иногда, получается, как-то просаживает. Он падает и потом поднимается и держит. В розетке падает у нас. Так, ладно, давайте теперь усложним задачу. У тебя здесь есть приложение лоудшаут? Продолжение следует. Он целый, он вонял, 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 но он целый. Горячий. Смотри, какой горячий. Так, ну чтобы было понимание, это нельзя расценивать как тест сабвуфера или динамиков, но мы сейчас проверили самое главное блок питания. У нас сейчас все это работало и работало не то что в плохих условиях. Тема, кем надо быть, чтобы вот так вот слушать, как мы сейчас слушали, скажи. У нас 80% людей так слушают. Да, правильно, надо быть абсолютно верно. 80% людей у нас именно так и слушает. Нет, ну так как мы слушали сейчас с таким хрипом, наверное, точно никто слушать не будет. Ну вот она вам, пожалуйста, полноценная автозвуковая система дома. Вам необходимо купить вот этот блок питания. Сколько там, вроде 3000 стоит? Да, вроде 3000 рублей. Короче, грубо говоря, там в зависимости от ампеража, 3-4 тысячи вы можете подключать уже все дома. И вот усилки это опционально. То есть сейчас вы можете в нашем магазине, ну или в другом-другом, нежелательно, конечно, лучше в нашем, выбрать себе автомобильный усилитель и собрать на них аудиосистему дома. Подключать все элементарно. Здесь мы вообще использовали вот такой шнурок, чтобы подключить айфон. Вот этот штекер вы можете воткнуть в звуковую карту, встроенную или внешнюю, неважно. И на выходе у вас, соответственно, вы можете подключить любые колонки. Купить там S90, например. Потянет такой шнуритель S90 головой и у вас есть опция. Либо два канала пустить на динамике с пассивным кроссовером, вот таким образом. Вы просто подведете плюс и минус, а колонка сама уже разделит между динамиками, между мидбасом и пищалкой. Либо, что будет громче и качественней, подключить по канальному. Один канал на твиттер, один канал на мидбас. Ну и, соответственно, если вы сделали первый вариант, у вас остается нижняя площадка целая. Вы берете один плюс и один минус. Подключаете к ней сабусер. Будет у вас саб. В принципе, если вы подберете хорошо лево-право, просто стереодинамики. Вам с головой хватит четырехканальника, если поканально, или двухканальника, если у вас будут колонки с невырезанным кроссовером, и вы вполне можете вот обойтись в домашней системе. Ну давайте грубо прикинем бюджет. Двухканальник сейчас можно купить. Неглохой тысяч за пять, семь. За четыре даже. Ну давайте обозначим пять тысяч двухканальник, три тысячи блок питания. Это у нас получается восемь. И динамики можете взять на радиорынке. Я бы рекомендовал даже так сделать, если вам не на стол их ставить, а можете поставить на пол. Взять радиотехнику старую, как-то они еще амфетон, по-моему, да назывались? Отличные колонки. Вот и подключить все это дело самостоятельно. Вот эти блоки питания, если вы после обзора не нашли в нашем магазине, в ближайшее время они появятся. Спрашивайте их в ВКонтакте у нас в ВК Комслышлау2012, задавайте вопрос в личке. Также вы можете купить этот блок питания у себя на радиорынке или в магазинах радиодеталей. Ну я вам лично это не рекомендую, не только потому, что я не заработаю бабки, а потому что вы можете купить абсолютно все, что угодно. Эти все устройства мы будем проверять, у нас будет гарантия на них полностью и только с проверенными будем работать. Потому что, согласитесь, вот эту штуку может делать кто угодно. Сейчас посыпятся сразу ссылки на алиэкспресс. Поверьте мне, ребята, оно может выглядеть одинаково, а внутри там будет просто. Видео по подключению автокомпонентов дома мы сняли, надеюсь, вам понравилось. Если вам интересно, как усилок настраивать, посмотрите предыдущее видео у нас на канале. Я прикреплю ссылку под видео с настройкой. Собственно, все. Пишите ваши комментарии. Все, что вам непонятно по этому обзору на ютубе. Пишите комментарии. Люди вам ответят, мы вам ответим. Ну и собственно все. Всем пока, живете громко.